Кашковский Владимир Георгиевич, профессор Новосибирского аграрного университета. Ну что вы скажете по этому году? Какую речь-то заготовили вот сейчас? Значит, мы вот сейчас находимся на кочевой пасеке. Вот вокруг, видите, медоносы тут произрастают зубник клубненосный, тут вон растут посельки перстые, там серпухи, то есть разнообразие. И поля посеянных медоносов. То есть эта пасека собирает один из таких ценнейших медов, который называется полифлёрный, то есть о многих растениях. Значит, кочевые пасеки играют важную роль в производстве мёда в области. Кочевая пасека позволяет пчеловодству всегда быть рентабельным. На стационаре, то есть когда на месте пасек стоит, то там может быть один год положительный, когда погодные условия все соответствуют. А на второй год может быть или засуха, или дождливый год. И поэтому стационарные пасеки лихорадят. Один год они с большим доходом, а на другой или третий год приносят убытки. Поэтому, чтобы убытков не было, необходимо перевозить пасеку с места на место. То есть выбирать места, где много медоносных растений, туда привозить пасеку. Это решается проблема и рентабельности пасек, и решается проблема получения разных сортов мёда. То есть пчеловод, который кочует, он может на рынок представить 3-4 до 5 сортов мёда. Потому что в одной местности мёд один по качеству, в другой местности другой. Тут в целом я должен сказать, что в Новосибирской области нет плохих медов. Все меда высокого качества, исключительно высокого качества, которые не только в стране, но и за рубежом ценятся. За рубежом его называют русский мёд, и всегда продают его по высоким ценам. Поэтому вот эта качёвка решает вот эти проблемы. И тот пчеловод, который ежегодно вывозит пасеку, у него пасека каждый год даёт прибыль. А вот этот год с точки зрения, или до сбора? Этот год очень капризный. Один из таких тяжёлых годов. С весны, когда вот цвели вот эти ивовые кустарники, погода стояла холодная. И пчёлы смогли поработать на иве всего 2-3 дня. Но эти 2-3 дня тоже сыграли положительную роль. Семьи стали быстро расти. А последующее время холодной погоды не давало возможности собирать мёд. Жёлтая акация, когда цвела, сильный медонос, а погода стояла холодная. Мёда не взяли. И в настоящий момент, вот мы стоим на прекрасном таком участке, где мёдом пахнет. А пчёлы приступают к работе только после 2-х часов. Потому что ночь холодная. И за счёт холодной ночи нектар растений не выделяется. Пока вот прогреет солнце вот это, и тогда уже пчёлы выходят на работу. Поэтому вот на пасеке мы были с утра. Пчёлы, воровки, лезвия искали мёд, где обсушить старые соты с мёдом или ещё. А как только растения стали выделять нектары, они сразу разлетелись по цветам, начали работать по сбору мёд. В Новосибирской области долго отсутствовало всякие союзы и организации по пчеловодству. Вот один союз пчеловодства был создан, он как бы существует и в настоящее время, и второй союз. Теперь у нас 2 организации, таких гражданских организаций добровольных, которые объединяют пчеловодов в союз. И эти организации добровольческие, пчеловоды могут поступать туда по желанию, никто их не притесняет, и участвуют в общей работе. Этот союз помогает бороться с болезнями пчёл, то есть организовывать за техническую работу. Помогает в юридической работе. Пчеловоды не брошены, и они всегда могут получить такую консультацию. И во всех отношениях, вот по организации, допустим, кочёвок, потому что не просто каждый, кто куда захотел ехать, накочевать, а надо предварительно подобрать место, и чтобы это место не было занято другими, вот что порядок в этом деле был. Так что этот союз только помогает увеличить производство продукции в целом. И ещё про пчеловодов во время войны. В Новосибирской области были люди, которые подарили фронт-технику? Да. Про срамолёты-технику? Тут я хочу отметить, что пчеловоды всегда откликались на нужды страны. То есть они как бы являются патриотами своей страны. Самый первый человек, который откликнулся во время войны на нужды страны, это был пчеловод Ферапонт Петрович Головатый, который на свои сбережения купил истребитель для армии. А потом он ещё два истребителя купил. И когда в Берлине наши войска заключили мир, пчеловод Ерёмин, который прилетел на самолёте, подаренном Ферапон Петровичем Головатым, там выступал в Берлине, отметил, что спасибо колхознику-пчеловоду, который собрал деньги и самолёт купил. У нас в Новосибирской области, в Новосибирском районе, пчеловод Игошин приобрёл два самолёта для армии. И в Пехтовском районе пчеловод Морозов приобрёл тоже истребитель для советской армии. И этот истребитель в настоящее время в музее в Ленинграде хранится, как подарок простого человека фронту. Лётная у нас область. Да. С авиацией блокно-пчеловод Игошину, Иосиф Виссарионович Сталин прислал поздравительный телеграмм, благодарил его за участие в снабжении, помощи фронту. Иосиф Виссарионович Сталин прислал поздравительный телеграмм. Иосиф Виссарионович Сталин прислал поздравительный телеграмм.